так кидаем первое колечко оп оп ништяк дома второе второе пошло оп чуток сейчас сейчас все нормально 4 заключительное пошло давай ребята да ну так друзья всем привет с вами снова компонент тепловода-роз.ru сегодня у нас кратенький обзорчик септик переливной септик шамбо два колодца по два кольца с заводом в дом значит в дом у нас здесь никак не получается зайти под в подвалом подвальное помещение 20 сантиметров пропасть туда не 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 представляется возможным так как это будет летний вариант принято решение у нас ребятки пройти через стеночку дырочку и здесь у нас 45 обходим и заходим уже в септик ребятки сейчас все сначала будем самого начала все показывать рассказывать продолжаем вот окей готова так ну что трасса канализации канализация ведется открытым способом летний вариант осенне-зимний и сразу у нас пошла вот . здесь коронкой опускаем и соединяем сейчас по уровню про убиваем уровень чтобы был уклон чтобы труба не замерзла чтобы не не был контур уклона и продолжаем делаем отверстие под перелив септика подающую трубу вывели сейчас перелив тройничок как положено и все сначала песочком а потом уже землей так кидаем первое колечко оп оп ништяк дома второе второе пошло оп чуток сейчас я сейчас все нормально чтобы дочка там не заливал ее все таки вот пошла крышечка вот так вот ну вот и все чуток подровнять и хоро четвертое заключительное пошло давай ребята да ну ну вот почти заканчиваем сейчас страничок еще добавочек это обязательно друзья надо делать потом я объясню как все уже сделаем полностью будет обзор в конце не уходи уходим с канала полностью обзор что же такое септик шамбо с переливом то есть выгребная яма с переливчиком ребятки нежно друзья септик шамбо значит объясняю подробно это самый простой септик из всех два колодца по два кольца так называется для проживания максимум двух человек ну максимум три человека будут пользоваться этим септиком значит от дома у нас труба заходят в первый колодец первом колодце у нас есть дно то есть септик герметичный промазан все швы сюда попадают все отходы и здесь происходит брожение анаэробными бактериями которые могут работать без кислорода то есть они живут без подачи кислорода есть вторые еще бактерии это аэробные которые без кислорода жить не могут но они живут уже в септике в натуральном то есть локальной очистительной станции энергозависимые здесь у нас простой септик с одной колонии бактерий значит они здесь перерабатывают до где-то 50-60 процентов очистки и потом вода уже наполовину очищенная перетекает через вот этот тройник в другой колодец следующий следующем колодце дна нету это дренажный колодец и уже очищенная вода самотеком уходит землю фильтруется через песок и ну то есть это почвенный до очистки называется зачем это нужен тройник уставляю устанавливать его нужно обязательно смотрите когда уровень у нас фекалий поднимается как вы знаете что фекалии не тонут чтобы если вот этого тройника не поставить значит у нас все частично отходы будут переползать по трубе переливной и тем самым заявить наш второй колодец дренажный этого допустить никак нельзя выход из положения только один ставить тройник и хотя бы сантиметров 30-40 опускать еще трубу то есть у нас все отходы бьются в тройник и никаким образом попасть туда не могут во второй колодец от поднимается снизу только вода уже очищены без любых примесей вообще и уже чистые ну пусть она будет мутной пусть она будет очищен только на 50 процентов но вода это очень важно будет попадать в следующий колодец и уже и уходить на почвенную дофильтрацию друзья вот такой небольшой обзорчик закрываем крышечкой и усе